переулок узенький историческая часть самары здесь осталось всего несколько старых домов окруженных бетонными джунглями татьяна рыба с сыном проживает здесь вот уже без малого 20 лет в доме нет удобств чтобы принять ванну рассказывает женщина приходится ходить по соседям и друзьям но это не самое страшное в цоколе то вообще все уже рухнула у нас печки не в рабочем состоянии от обительной печки они не рабочие потому что за этой стеной там находятся печи они провалились под землю ушли эти печи а у нас на втором этаже печи она просто висит у нее нет опора она просто висит и дом вовнутрь складывается дом попал под новую программу переселения рассчитанную на пять лет в нее вошли дома признанные аварийными до 2017 года сейчас ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья по первым двум этапам областной программы в планах расселить 809 семей из 75 домов аварийные дома от жителей которых поступили жалобы проинспектировали федеральные эксперты нам кажется что с участием том числе общественности нужно выстраивать эту программу так чтобы она была справедливой и конечно нужно в том числе с представителями области с представителями города обсуждать вопросы скажем так расширение возможностей по переселению на это запланировано 14 миллиардов рублей большая часть этих денег федеральные жителям предлагают два варианта либо квартиру в новостройке либо выкуп по рыночной стоимости жители дома на переулке узенький получат деньги и самостоятельно выберут себе новое жилье они попали в первый этап программы переселения граждан из аварийных домов естественно прожив здесь всю сознательную жизнь уехать из центра города где рукой как я говорю дойти до того же троицкого рынка люди трудно соглашается ехать но вот в этом сегодня мы работаем находим тот компромисс среди жителей есть и те которые переезжают в новостройки тем более что инфраструктура в таких микрорайонах уже налажена взамен старым трущобам людям предлагают большие светлые комнаты со всеми удобствами на кадрах одна из квартир в которую переселяют жителей аварийного дома светлая однушка больше 34 квадратных метров с большой кухней и коридором выбор в пользу таких квартир сделали жители домов по адресам дальневосточная 31 а и парижской коммуны 11 то что эти дома на ладан дышат очевидно в доме на парижской коммуне находится настоящий раритет печка правда работает она через раз потому в квартирах жуткий холод говорят жители но вскоре эти проблемы останутся в прошлом людям пообещали что здесь они зимуют последний раз приобретение для данных граждан будет квартира до 1 0 что в этом году очень важно чтобы качество было нормальное конечно надеюсь что вам хочется уже чтобы качество было хорошее потому что уже нажились в этих гнижках если программа переселения граждан будет выполнена вовремя есть возможность претендовать на дополнительные средства мария левина николай сидоров события